Добрый вечер И сказал Бог Муше так Повели Аарону и его сыновья Вот закон всесожжения Книговая икра почти целиком и полностью посвящена жертвоприношениям Одно из жертвоприношений, перечисленных в самом начале книги Это Ола То есть жертвоприношения, в котором все жертвенное животное сжигается на жертвеннике Целиком восходит наверх Вот закон всесожжения В принципе, о законах всесожжения уже было сказано Что здесь уже можно еще добавить, ведь не повторить же Говорит только так Это всесожжение на костре, на жертвеннике И пусть горит на нем всю ночь, до утра огонь жертвенника То есть здесь речь пойдет прежде всего о том Что происходит в храме ночью за закрытыми дверьми Когда народ уже ушел из храма И в храме остаются только его служители, священники Что происходит тогда, начинается это именно с жертвоприношения Ола С всесожжения Что с ним тогда происходит Но еще прежде чем мы посмотрим более внимательно то, что сказано здесь Может быть стоит посвятить два-три слова Святи с предыдущим отрывком Мудрецы учат, что изучать нужно не только тот самый отрывок, который Данный отрывок, то, что в нем написано Но и важно очень смотреть, проверять его местоположение Что предшествует ему, что сказано после него И эти связи тоже, безусловно, несут информацию А Медраж, Медраж Танхум, он как раз обращает наше внимание на вот эту самую ассоциативную связь Что последние отрывки недельного раздела ВАИКРА О чем они говорили? Они говорили о ситуациях, в которых человек приносит жертвы Либо за то, что он использовал, злоупотребление его Использование храмового имущества в своих собственных целях для своих собственных нужд Либо жертвы, которые человек приносит Как вследствие того, что он присвоил себе чужое имущество Отрицал этот факт и даже поклялся ложно А теперь, когда он признается, то он должен вернуть это имущество И принести определенные жертвы Так вот, именно так и говорит Медраж То, что сказано «Цавы» — это Аронзов Ты повели Арону, что вот таков закон Всесожжения Сказал Всевышний, вы исполните сначала то, что сказано выше То, о чем написано выше А уж потом, и только потом Закон о жертве Всесожжения Почему? Ибо, как сказано у пророка, пророка Ишаял Я, Бог, люблю правосудие и ненавижу Грабеж в жертве Всесожжения Что не грабеж в жертве Всесожжения? О чем было написано выше, повторяет Медраж свой вопрос Что человек, который поклялся ложно И теперь, признав свою вину Он должен сначала возвратить то, что украл То, что присвоил себе чужое имущество Сначала ты возврати это, потом уже разберемся И только после этого сказано «Вот закон о жертве Всесожжения» То есть, если ты намереваешься приносить жертву То ты сначала будь уверен, что у тебя нет чужого имущества Сначала верни чужое имущество, если оно у тебя находится не по праву А уже потом будем разбираться с жертвоприношениями Это то, что сказано То есть, гезель Это ворованное Присвоенное Не по праву имущество чужих людей Если оно связано с жертвоприношениями Такого рода жертвоприношения, с которыми связано чужое имущество Всевышний Не только что не хочет Написано Ненавидит Это для него омерзительно Поэтому Тора и здесь говорит Сначала избавиться от гезель От чужого имущества А уж потом поговорим про жертвоприношения Что же мы говорим про жертвоприношения? Мы уже задали вопрос Если начинается здесь отрывок Сказал Бог Муше Ты повели Арону Вот закон всесожжения Так про всесожжение мы уже учили в самом начале книги Ваекра Достаточно большой массив текста был этому посвящен Арамбан, отвечая на этот вопрос, говорит так В главе ваекра написано Ты обратись к сынам Израиля и скажи им То есть там адресатом этой заповеди и всех тех текстов о жертве всесожжения являются евреи Потому что там дается повеление приносить жертвы А кто приносит жертвы? Кто хозяин этих жертв? Тот, кто обязывается их принести Это сыны Израиля Причем все сыны Израиля без различия А здесь сказано и так Здесь сказано Ты заповедуй и повели Арону его сыновьям То есть коинам священник Священники они сыны Арона Потому что здесь идет уже о том Как совершать эти жертвоприношения Условия и технические вопросы Каким образом все это приносится Это уже не вопрос Это уже не само жертвоприношение Не само посвящение жертвы и принесения А это уже технические детали Которыми занимаются священники коины И не случайно То, что продолжается Следующая строчка Это всезажжение на костре, на жертвеннике Пусть горит на нем всю ночь До утра огонь жертвенника И мы сейчас, как мы сказали Тора рисует ситуацию То, что происходит в храме ночью Ночью народа в храме уже нет Остались только коанин Только священники Что они делают? Прежде всего они должны позаботиться о том Чтобы огонь на жертвеннике Горел там всю ночь Что это значит? Мудрецы наши говорят Что имеется ввиду Что Уточним Жертвы Ночью не приносятся Все жертвоприношения Они только днем А что же происходит здесь ночью? Те части жертвенных животных Которые не успели сгореть На протяжении дня То есть жертвы Которые были принесены днем Их части туш Должны догорать Ночью Это вещь, которая позволительна ночью И более того Нужно позаботиться о том Чтобы все сгорело Имеет смысл Может быть здесь Добавить вот Вот это вот отношение К Ночь и день Для многих людей И для многих культур Характерно Соотнесение Религиозных мотивов И побуждений Именно с ночью Ночь Располагает К 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 А уж Что касалось Древних язычников Так подавно Как пишет Равирш Ночь Это время Когда человек Возвращается К 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 Борется Человек Борется С усталостью С ленностью Самыми Различными Вещами Которые Мешают И он Борется С природой Борется С силами Природы Зарабатывая Себе Кусок хлеба Защищаясь От сил Природы Это Дневная Деятельность Человек Ночью Любой Человек Ощущает На себе Зависимость Свою Он Ощущает Что он Что то что он Думал Днем Что человек Проходит Как хозяин Какой-то там Родины Своей Это Ограничено Ночь Берет Свою Заниматься Дневной Деятельностью Он не Может Темно Да и Сам Он чувствует Свою Усталость Усталость Всегда Сильнее Его Хочет Он Не Захочет В конечном итоге Пойдет Спать Поэтому Ночь В которой Человек Чувствует Свою Ограниченность Ограниченность Своих Сил Она Приближает Она Приближала Язычника Приближает Сознание Язычника И Дал Поклониться К Его Богам К Его Божествия По ночам Язычник Ощущает Власть Богов Которые Держат Его Вместе С другими Творениями В Подчинении Напротив Когда Наступает День Тогда Человек Пробуждается И ощущает Свои силы И Тогда Начинается Тогда Он Ступает В борьбу Он Старается Подчинить Себе Приводу Он Старается Подчинить Себе Физический Мир То есть Это Время Когда Язычник Борется Со Своими Богами Борется За Свой Кусок Хлеба Ночью Он Старается Им На Милость Победителей Ночью Он Подчиняется Им А днем Он Борется С ними То Рассмотрит На все Совершенно Иначе Не Ночь Является Основным Не Ночь Со Все Ее Мистикой Приближает Человека К Богу Наоборот Еврею Не Нужно Ждать Ночи Чтобы Почувствовать Власть Бога Власть Бога Человек Должен Чувствовать Днем Днем Когда Он Занят Созидательным Трудом Когда Он Работает Когда Он Сеет Когда Он Пашет Когда Он Жнет И Тогда Через Законы Которые Регулируют Жизнь Еврея Он Постоянно Должен Не Только Должен Но И Может Ощутить Присутствие Бога И Своё Подчинение Подчинение Непобежденного Человека Силы Которого Истякли А Его Подчинение По Своему Желанию По Своей Воле Сознательное Подчинение Воле Того Кто Его Создал Поэтому Еврей Как Продолжает Равьер Читает Ясность Разума Энергию Своей Свободной Воли И результаты Своих Творческих Усилий То есть Всю Всю Свою Свободную Личность Которая Достигает Своего Наивысшего Появления Именно Во время Дневной Деятельности Что это Все Откуда Этот разум Откуда Эта воля Откуда Эта способность Принимать Решения И Реализовать Их Откуда Способность Создавать Творить Это Дар Божий И осознавая Это Человек И действует Поэтому Если Языческая Ментальность Рассматривала День Как Время Борьбы С Божеством Ночь Как Приближение К Божеству То Еврейский Взгляд Прямо Противоположен Поэтому Все Служение В храме Оно Осуществляется Именно Днем Все Жертвы Приносятся Именно Днем Как Как Только Солнце Зашло День Закончился Приносить Новые Жертвы Невозможно Это Запрещено Но Вместе С тем Жертва Которой мы Сейчас Говорим Всесожжение Которая Была Принесена До Наступления Ночи Днем Уже Принесено Это значит Что животное Было А Зарезано Второе Успели Окропить Его Кровью Жертвенник То Тогда Его Можно Его Части Тела Его Можно Сжигать На Жертвеннике Всю Ночь Вот О чем Здесь Идет Речь Дальше Сказано Так Пусть Горит На Нем Всю Ночь До Утра Огонь Жертвенника Это Отдельная Отдельная Обязанность В чем Она Состоит Харамбан Объясняет И пишет Так Здесь Повелевается Чтобы Огонь Горел На Жертвеннике В течение Всей Ночи То Иской Нам Заповедано Как Об этом Заботиться Самое Простое Объяснение Это значит Нужно Положить Настолько Много Дров Чтобы Огонь Не потух Значит Нужно Положить В костер На Жертвеннике Много Дров Чтобы Огонь Не Пожрал И Тем самым Не Погас Это Простое Объяснение Этой Заповеди Чтобы Огонь На Жертвеннике Горел Постоянно Эжалям Избер Тукан Бо Продолжает Рамбан А По моему Мнению Здесь Содержится Приказ Коинам Не Просто Позаботиться С самого Начала Чтобы Было Много Дров А еще И Приказ Коинам Поддерживать Этот Огонь То Есть Каждое Утро Коины Должны Были Подкладывать Дрова И Должны Следить Довольно Тщательно Следить За Костром Чтобы Он Горел Постоянно Никогда Не Погасал Ни Днем Ни Ночью Им Запрещено Допускать Этого И Если Бы По Своей Халатности По Нерадивости Своей Не Допустили Что Огонь Погас Бы То Нарушили Запрет Торы Поэтому Говорит Рамбан Мудрецы Указывают Что Был Еще Специальный Костер На Жертвеннике Который Цель Которого Была Именно Поддержание Огня То есть На Жертвеннике Было Постоянно Три Разных Кострища Один Большой Костер Большая Полейница Дров Из которой Сделался Большой Костер Его Использовали Для Зажигания Жертв Малый Костер Еще Был Его Использовали Для Чего Оттуда Брали Угли Для Воскурения Благовоний Внутри В Внутри Храма Наконец Третий Костер Он Тут Существовал Именно Для Того Чтобы Поддерживать Поддерживать Огонь Уместен Кстати Вопрос Вся Вот Эта Вот Забота И Подчеркивает Здесь Тора Что Коины Обязаны Заботиться О том Чтобы Огонь На Жертвеннике Не Погас Но Ведь Тора Кто-то обещал На самом деле Что Во время Жертвоприношений Будет Огонь С небес Так Произошло Самый Первый Раз Когда Это описывается В следующем Недельном Разделе В главе Шмини Восьмой День На Восьмой День Минуем Когда Впервые Начали Приносить Жертвы В мешкане В переносном Храме То Как После того Как Жертву Закололи И Положили Ее Тушу На Жертвенник То Спустился Огонь С небес Он Поджег Дрова И Так Если Так Если Огонь Все равно Спускается С небес То Для чего Тора Требует От Коаним От священников Заботу О том Чтобы Огонь Не Погас Есть Кто Об этом Заботится И очевидно Его забота Куда Лучше Чем Забота Коина Но Это Аллаха Это Закон Что Несмотря На То Что Огонь Спускается С небес Коины Все равно Обязаны Делать Своё Прилагать Свои Усилия Для того Чтобы Огонь Не Погас Как Будто Было Целиком И Полностью На Их Совести Как Будто Больше Никто Об Этому Не Заботился И Наши Будут Заговорят Что Действительно Такой Небесный Огонь Он Был В Особенности Можно Это Наблюдать Во времена Первого Храма Когда На Жертвеннике Был Особый Из Трех Костров Первый Большой Костер На котором Сжигали Жертв На Нем И Наблюдался Этот Огонь С Небес И Можно Было Увидеть Людям Которые Проходили В Храм Они Могли Воочию Убедиться Что Это Необычный Огонь Во-первых От него Не Было Дыма Огне Дыма Без Огня Но Был Огонь Без Дыма Этот Огонь Был Тем Самым Небесным Огнем Во-вторых Этот Огонь Он С Одинаковой Быстротой Пожирал Как Сухие Дрова Так И Мокрые Так То что Горит И то что Не очень Горит Форма На пламени Напоминало Льва Это Было В первом Храме Во втором Храме Известно Шхена Божественное Присутствие Во втором Храме Уже Его Не было Но Вместе С тем Такой Вот Сверх Естественный Огонь Присутствовал Правда Как бы Сегодня Сказали В уменьшенном Формате Он Не напоминал Больше Льва Он Напоминал Собачонку Вместе С тем Он присутствовал Да и дым У него От него Уже Исходил Правда И дым Был особенный То есть Он хотя Исходил От него Но исходил Он четко Вертикально И никакие Ветра Не могли Сдвинуть Его Нисколько Под углом 90 градусов Поднимался Этот Дым Так что И В эпоху Второго Храма Можно было Видеть Что Огонь Этот Особый Читаем Дальше И пусть Священник Оденет Свою Рубаху Из Льна И Льняные Штаны На Своё Тело И Снимет Пепел От Всесожжения Которое Сжёг Огонь На Жертвеннике И Положит Его Возле Жертвенника Ночь Проходит Ночь Подходит К концу В преддверии Утро Ещё До Рассвета Коанин Должны Сделать То что Называется Малахе Трумат Адешин Дешин Это пепел Который Остался После того Как всю Ночь Части Жертвенного Животного Горели На Жертвеннике Теперь То что Нужно Ещё До Рассвета В конце Ночи Сделать Это нужно Собрать Снять Этот Пепел Который Там И Положить Его Возле Жертвенника Это Первое Действие Тру Подчёркивает Что Перед Тем Как Это Делается Хотя Это Выглядит Такой Чёрной Работой Уборкой Но Это Не Уборка Просто И Не Это Авода Это Одно Это Вид Служения Коина Священника Это Может Сделать Только Коин Священник И Поскольку Это Авода Поскольку Это Служение То Он Может Это Делать Только В Особых Одеждах Коина Тора В Книге Шмот В Недельном Разделе Титсаве Описало Точно Каким Образом Должны Выглядеть Священнические Одеяния Они Сделаны Из Тонкого Лина И Поэтому Тора Здесь Подчёркивает Он Должен Одеть Эти Свои Священнические Одежды И Свою Рубаху И Линяные Штаны И Только После Этого Снимать Пепел Всесожжение Ну Хорошо Сделал Он Это Дальше Дальше Говорит Тора И Снимет Свои Одежды И Наденет Другие Одежды И Вынесет Пепел Из Тана На Чистое Место Есть Вторая Работа После Того Как Пепел Был Снят Жертвенника Его Положили Около Жертвенника Дальше Нужно Его Вынести Из Стана За Пределы Не только За пределы Храма Но и За пределы Иерусалима На чистое Место И здесь Тора Три Говорит Снимет Свои Одежды То есть Те Одежды Которые Те Священческие Одежды Которые Он Одел Перед Тем Как Собрал Пепел Жертвенника Теперь Нужно Снять Одеть Другие Одежды И только Тогда Выносить Пепел Раши Объясняет Это так Это Не обязанность То есть То что Сказано Здесь Поменять Одежду Это Не обязанность Это Не Не полная Обязанность Которую Тора Не Митсва Не заповедь Которая Те Стаёт А что Это Такое Это Лишь Дерех Эрец Дерех Эрец Означает То Как Принято У Людей То есть Это Естественное Правило Приличного Нормального Человеческого Поведения Чтобы При Выносе Золы Не Испачкать И не Испортить Одеяния В которых Коин Священник Служит У жертвенника Как Говорят Наши Мудрец Продолжает Раши Вещь Понятная Сознание Любого Человека Что Слуга Не Будет Подавать Своему Господину Кубок Вина В той же Самой Одежде В которой Он Варил Ему Мясо На Кухне То же Самое И здесь Получается Есть Две Работы Две Работы С этим Пеплом Первая Работа Так же Как и Все Остальные Работы Как Заклание Жертвы Как Принесение Жертв Она Требует Священнических Одеяний Но Когда Мы Подходим К второй Части К Выносу Вот Здесь Нужно Поменять Потому Что Не Будет Человек Делать Все Остальные Работы Священнические В тех Самых Одеждах В которых Он Выносил Пепел И залул За город Поэтому Поменяет Одежду Так Объясняет Раша А теперь Позволен Нам будет Спросить А Меняет Он На какую Надежду Что Он Спецовку Одевает Халат Для того Чтобы Заниматься Уборкой Или Нет Или Это Тоже Поскольку Это Тоже Служение В храме Здесь Тоже Должны Быть Священнические Одеяния Только Рангом Похуже Рамбан Пишет Здесь Так Наши Наставники Подразумевают Что вынос Золы Должен Осуществляться В особых Одеяниях Коинов Священников Что Значит Другие Одежды Имеется Ввиду Обычная Одежда В которой Люди Ходят За пределами Храма Нет Имеется Ввиду Это Тоже Бигдей Киуна Одежда Священника Но только Другая Похуже Это Другая А Наци В своем Комментарии Мехдавар Приводит Тому Доказательство Своего Текста Если Тора Говорит И Снимет Свои Одежды И наденет Другие Одежды И Вынесет Пепел Что Имеется Ввиду Другие Одежды Для Чего Сказанно И надеть Другие Одежды Для Того Чтобы Сказать Что Человек Надевает Свою Обычную Одежду Или Какую Нибудь Спецовку Для Этого Не Нужно Сказать Если Сказанно Снимет Он Свои Одежды То Понятно Что Без Одежды Он Не Останется Во Что Другое Стало Быть Если Имеется Ввиду Обычные Будничные Одежды В которых Люди Ходят За Пределами Храма Не Нужно Было Писать И Наденет Другие Одежды Если Тора Все-таки Написала И Наденет Другие Одежды Значит Тора Хотела Подчеркнуть Что Другие Одежды Должны Быть Одеждами Священника Но Они Должны Быть Другими Не Те В которых Производятся Все остальные Скажем Более Возвышенные Части Служения Продолжает Раши взял Что Это Не Обязанность Почему Это Не Обязанность Если Входит Это В Часть Храмового Ритуала Что Есть Два Вида Священнических Одежда Одни Получше В которых Делаются Другие Работы А Другие Похуже В которых Выносят Пепел Ну Так Вот Это Обязанность Как Мне Видится Здесь Коину Заповедан Почему Это Не Обязанность Конечно Это Заповедан Ему Чтобы Одеяния В которых Он Приносит Жертвы А Также Очищает Жертвенник От Золы Были Чистыми И Чтобы Он Нес Служение В тех Же Одеждах Чтобы Он Не Нес Служение В тех Же Одеждах В которых Он Выносит Золу За Стан Вот Вам Заповедь И Эта Заповедь Объясняется Правилами Поведения Почему Такая Заповедь Для Этого Наши Примера Которые Дают Мудрецы Что Слуга Не Будет Наливать Кубок Вина Подносить Кубок Вина Своему Господину В тех же Самых Одеждах В которых Он Варил Ему Суп На Кухне Это Объяснение Но не Потому Что Смысл Он Только Такой Заповедь Заповедь Коэнов Заботиться О том Чтобы Его Основная Священческая Одежда Была Чистая Поэтому Выносить Пепел Нужно В другой Одежды И Здесь Мы Наталкиваемся На Я бы Сказал Некоторую Странность Собрать Пепел Жертвенника Это Служение Поэтому Должно Быть Священческой Одежды Вынести Это Вторая Работа Продолжение Первое На самом Деле Пепел Сначала Собрали Спустили С жертвенника Положили Рядом С ним А потом Его Будут Выносить Вроде Продолжение И второе Действие Тоже Нужно Делать Священческой Работе Но Похуже В чем Тогда Смысл Почему Первую Часть Нужна В одежде Если Б мне Сказали Что Уметься Ввиду Спецовка Просто Обычная Будничная Одежда Я бы Понял Конечно Здесь Грязь Здесь Пачкаться Ну Это Спецовки Или Потому Что Это Может Не Часть Служения Это Конечно С другой Стороны Первое Действие Тоже Связано С грязью А что Когда Когда Собирают Пепел С жертвенника И спускают И спускают Вниз Это Что Не Грязь Это Что Стерильное Что То Тот же Пепел Та же Самая Грязь Почему Спустить Его С жертвенника Вниз Это Можно В Срещенческой Одежде Первого Класса Первого Ранга А Вот Уже Вносить Ее За Город Это Уже В Одежде Похуже Не Очень Это Понятно Смотрим Что Говорят Комментаторы Бабейну Бахья Даже Для Исполнения Заповеди О Собирании Пепла То Есть Первая Часть Когда Собирают Пепел С Жертвенника Спускают Вниз Которая Является Что Называется Авуда Кала То Это Авуда Это Служение Но Служение Такое Легкое Которое Не Выглядит Чем-то Таким Очень Очень Важным Так Вот Даже Для Авуда Кала Для Такой Легкой Работы Всевышний Все-таки Повелел Священнику Облачиться В Красивые Священнические Одеяния То есть Священническую Одежду Первого Ранга И Собирать В них Пепел В этом Ритуале Содержится Урок И Жизненное Наставление Для Каждого Кто желает Приблизиться К Всевышнему То есть Чтобы не подумал Человек Что точно Так же Как Выносится Пепел В Одежде Похуже Так же Собрать Пепел Можно В одежде Похуже Нет Собрать Пепел В парад В парад В парад В одежде Все Это Для Того Чтобы Извлечь Из этого Лизненный Урок Каждый Кто Желает Приблизиться К Всевышнему При помощи Служения Или Потому что Унижением Если заповедь Это требуется Человек Должен Это Сделать Но Само Отношение Человека К моменту Исполнения Заповеди Должно Быть Именно Такое Если Сейчас Человек Исполняет Заповедь Он делает Нечто Важное Делаешь Нечто Важное Один Все Прилично Выглядит Так И чувствует Так Что Ты Сейчас Делаешь Важную Вещь Это Служение Это Заповедь Еще Более Ранняя Книга Хвод Альвавод Он Дает Другое Объяснение И Есть Его Развитие Потом Объясняет Хвод Альвавод Так Что То Что Человек Вынося Пепел Меняет Одежду На Одежду Похуже Более Заноженную Затасканную Не Такую Хорошую Как Одежда В которую Собирал Пепел Означает Что Человек Должен Умолить В своих Глазах Свои Собственные Деяния И Успехи Человек Должен Подвергнуть Себя Критики За Неполноценное Изучение Торы И Перед Богом Да и Перед Людьми Человек Должен Просить Чтобы Бог Дал ему Силу Для Того Чтобы Он Смог Воздержаться От Гордыни От Высокомерия Во время Служения В храме Он Предстает В храме Перед Богом Во всей Своей красе И славе То есть Надевает Священческие Одежды Самые Самые Лучшие Это В храме Но Когда он Исполняет Следующую Заповедь Вынос Пепла За пределы Храма Удаляя За пределы Стана И И Тогда Он Не Перед Богом Тогда Он Только На глазах Людей На глазах Окружающих Вот Тогда Он Должен Показаться В более Простых Одеждах Тем Самым Демонстрируя Что Старается Человек Изгнать Высокомерие Своего Сердца Вот Эта Вот Идея Высказанная В храме Вот Она Находит Очень Интересное Развитие В комментарии Равы Гирша Равирш Пишет Так Имеет Смысл Почитать То Что Он Пишет Итак Место Где Сжигаются Жертвы Жертвенник То Место Где Сжигаются Жертвы Оно Должно Быть Очищено От Всех Следов Жертвоприношения Предыдущего Дня Когда Происходит Эта Очистка Трума Тадешин Когда Собирается Пепел Снимается Жертвенник Кладется Окол Конец Ночи В Преддверии Нового Грядущего Дня Это Место Должно Быть Готово Для Службы Следующего Дня Не Начинается Служба Следующего Дня С Пеплом С Остатками Службы Вчерашнего Дня Начинается С С самого Начала С нуля Вот Трума Тадешин Когда Поднимают Пепел Собирают Его С Жертвенника Поднимают Укладывают Рядом Представляет Собой Начало Службы Нового Дня Как завершение Дня Предыдущего С чего Начинается Служба Нового Дня С того Что Ставится Точка Завершается Служба Предыдущего Дня Так Чтобы Не осталось От него Никакого Упоминания Как Постоянное Напоминание О прошлых Свершениях То есть Если Останется Пепел Пепел Показывает Нам Что Было Сделано Здесь В прошлый День Вынос Пепла За предел Истана Следующая Стадия Он Заново Приступать К выполнению Своей Задачи Начался Новый День Задача У меня Та же Самая Что Была Вчера Это Да Но Начинаю Я Выполнять Сегодня Заново Начало Каждого Нового Дня Требует От нас С Такой Предельной Неубивающей Преданностью Приступить К исполнению Нашей Задачи Словно Мы Этого Никогда Еще Ни разу Не делали И ничего Подобного Еще Не Совершали Память О Вчерашних Свершениях Не Должна Уменьшить Энергию С которой Мы Должны Исполнить Свой Долг Сегодня Как Это Говорят У Людей Не Следует Человеку Почивать На Лаврах Чтобы Не Было Ощущение Это То есть Символика Этой Заповеди Она Вот Какая Чтобы Человек Не Ощущал Что Если Вчерашний День У Него Прошел Удачный И Если Вчера Ему Удалось Сделать То Что От Него Требуется То Сегодняшний День Это Продолжение И Развитие Тех Успехов Которые Были Вчера Нет Вчерашний День Кончился Сегодня Ты Все Начинаешь Заново Поэтому Ты Не Имеешь Права Дать Себе Никакой Слабинки Мысли О том Что Уже Сделано Могут Повлечь За собой Серьезные Проблемы Для того Что Еще Предстоит Севершить Если Я Почиваю На Лаврах Если Я Не Забываю О Своих Предыдущих Успехах То Не Исключено Что Сегодня Я Буду Трудиться Спустя Рукава Горе Тому Кто Почивает На Лаврах В Самодовольном Благодушии Кто Не Начинает Работу Каждого Нового Дня С Такой Ж Силой Как Самый Первый День Туда В Своей Жизни Вынести Пепел То Все Следы Вчерашней Службы Следует Удалить Жертвенника Вынести Пепел Чтобы Ничего Не Осталось Чтобы Служба Наступающего Дня Могла Начаться Как На Целине Как На Нетронутой Почве Именно Поэтому Мы Начинаем Понимать Почему Тора Сказала Сменить Одежду Вот Свете Сказанного Выше Того Что Нужно Выносить Все Воспоминания Об успехах Предыдущего Дня Так Вот Закон Предписывающий Койным Надевать Скромную Ноженую Одежду Когда Они Имеют Дело С Продуктами Деятельности Предыдущего Дня Когда Они Выносят Этот Пепел Он Теперь Пристает Во всей Своей Значимости Прошлое Должно Отступить На Задний План Оно Не Должно Вселять В нас Гордость Когда Мы Приступаем К Новые Задачи Поэтому Коин Должен Сейчас Перед тем Как Вынести Пепел Смени Одежды На Какие Одежды Второго Разряда Потому Что То Что Было Это Все Было Это Все Уходит В Прошлое Поэтому Поменяй Одежды Потом Вернешься Снова Вынесешь Этот Пепел Вернешься Снова Снова Одежнешь Одежды Более Торжественные Менее Заношенные Более Красивые Для работы Нового дня А Вынос Всех результатов Прошлого дня Более Скромные Одежды Возьмем Еще один Отрывочек Это Та же Шестая Глава Тринадцатый Стих Вот Жертва Аарона Его Сыновей Которую Они Должны Проносить Богу В день Своего Помазания Десятая Часть Эйфы Мера Объема Тонкой Пшеничной Муки В постоянную Жертву Половина Ее До утра Половина До вечера Продолжение Содержит Явное Внутреннее Противоречие Сначала Сказано Что это Жертва Которую Аарона Его Сыновья То есть Священники Приносят В день Своего Посвящения В день Своего Помазания А потом Написано Что это Постоянная Жертва Постоянная Это значит Ежедневно Это как же Как же так Либо Ежедневно Либо В день Помазания Дальше Тора Говорит Что она Должна Представлять Собой Эта Жертва Она Должна Быть Приготовлена На сковороде В масле То есть Жертва Жертва Мучная Есть Разные Виды Мучных Жертв Это Жарится В масле Но перед этим Приноси Ее Заварной Хорошо Пропеченной Разломанной Как хлебное Подношение То есть Сначала Такое Понятие Заварной Хлеб Сегодня Вряд ли Кто Знает Точно Что Име Среду То есть Это Тесто Которое Сначала Ошпаривается Заваривается В Кипящей Воде И только После этого Оно Выпекается Либо В Либо В духовке Либо Жарится В масле Здесь Оно Ошпаривается Печется А потом Жарится В масле После этого Оно Разламывается На части Как обычное Хлебное Предложение Приноси Ее В приятное Благоухание Богу И должен Это делать Помазанный Священник Помазанный Священник Имеется Ввиду Первосвященник И из Его Потомков Из Потомков Орона И это Вечный Закон И еще Одна Деталь Она должна Быть Воскурена Полностью Богу То есть В отличие От остальных Мучных Жертвоприношений В которых Только часть Горсть Возносится На жертвенника Сжигается 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 На огне А остальное Едя Отклоним Священники Здесь Вот Эта Жертва Которая Здесь Идет Речь Особая Жертва Ворона И его Сыновей Она Сжигается Целиком Не съедается От нее Ничего Так Прежде всего К тому Противоречию Которую Мы Здесь Обнаружили Либо Это Жертва В день Посвящения В день Помазания Либо Это Жертва Ежедневная Ража Говорит Так Простые Священники То есть Не только Хотя Сказано В конце Что Это Должен Делать Коэна Машия Помазанный Священник То есть Первосвященник Но На самом деле Простые Священники Обычные Сыны Иорона Священники Они тоже Приносят Вот Эту Самую Жертву В день Когда Вступают В служение То есть В день В свое Посвящение Когда Они Начинают В первый Раз Служить В храме И приносят Перед тем Как принести Свои Первые Жертвоприношения Это Их Обряд Посвящения В священники Когда Они Приносят Вот это Мощное Жертвоприношение А Первосвященник Он Приносит Это Ежедневно О нем Сказано Что это Постоянные Жертвы Что же Это Значит Какой здесь Смысл Первосвященник Тот Кто Стоит Во главе Священника У него Уважаемая Уважаемая Позиция Другие Сказали Что это Сан Первосвященника Человек 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 Устроен Что Ко всему Привыкает И Человек Который Получил Руководящую Какую-то Позицию Который Возвысился В Социальном Плане Или В каком-нибудь Другом Он тоже Как-то Привыкает Воспринимает Это Как Само Собое Разумеющееся Вот Коин Гадоль Первосвященник Нельзя Чтобы он Свыкнулся С этой Мысль Он Должен Все время Помнить Что То Что Он Стал Первосвященником То Что Провидение Возвысило Его Подняло Его Над Всем Народом И И Над всеми Священниками Его Родственниками Это Дар свыше Для того Чтобы не было Рутины Для того Чтобы он К этому Не привык Для этого Тори сказал ему Ты должен Чувствовать Себя так Как чувствует Любой Священник В самый Первый День Своего Посвящения В сам Любой Священник Когда Первый Раз В жизни Он Приступает Врата Храма Как Священник И Начинает Служить В нем Он Приносит Вот Эту Жертву Посвящения Которое Целиком Сжигается А Первый Священник Должен Чувствовать Так Каждый День Поэтому Он Приносит Эту Жертву Каждый Каждый Божий День Вот Вот Это Ощущение Своей Абсолютной Зависимости От Проведения Свыше Для Человека Который Возвысился Для Человека Который Стал Над Другими Людми Оно Необычайно Важно Поэтому Тора Здесь И позаботилась Чтобы Он Приносил Эту Жертву Каждый День И Сказал Бог Муше Так Скажи Аарону Его Сыновья Вот Закон О Жертве За Грех На Том же Месте Где Режут Жертву Всесожжение Должна Быть Зарезана Перед Богом И Жертва За Грех Это Святая Святых И Пусть Ее Съест Священник Приносящий Ее В Очищение Пусть Ее Едят На Святом Месте Жертву За Грех Ее Мясо Съедает Священник И Именно Момент Съедания Мяса И Производит Искупление Греха Это Должно Быть Во Дворе Шатра Собрания Все Что Соприкоснется С ее Мясом Осветится То Если Что-то Какое-то Мясо Или Хлеб Или Еще Что Бо Ни Соприкасается С мясом Жертвы За Грех То Получает Коснувшийся Тот же Самый Статус Как Жертвы За Грех И Если Брызнет Кровь Ее На Одежду То Омой То Что Брызнуло Это Должно Быть Нужно Стирать Это Но На Святом Месте Не Выносить Это За Пределы Храма И Глиняный Сосуд В котором Она Варилась Должен Быть Разбит Если Она Варилась В медном Сосуде Он Должен Вычищен И Ополоснул Воду Что Это означает То Что Скажем Если Был Кусок Хлеба Который Коснулся Мяса Этой Жертвы То Он Приобретает Тот же Самый Статус Как Эта Жертва Если Эта Жертва Была Предположим Негодная Из-за Какой-то Причины То Тогда Этот Кусок Хлеба Стал Негодным Его Ждет Та же Самая Судьба Что И Мясо Этой Жертвы Если Это Было Годное Жертвенное Животное То Съесть Его Нужно По Тем Же Правилам По Которым Съедается И Мясо Этой Жертвы То Если Это Предположим Хатаджи Жертва За Грех Очистительная Жертва Или Ашам То Точно Так Ж Как Самое Жертвенное Животное Должно Быть Съедено В Храме Так Желаю Этот Самый Хлеб Тоже И Ограничения По Времени Которые Тоже Существуют Они Ложатся И На Этот Хлеб Эти Самые Ограничения По Времени Жертвы Должны Быть Разбит Почему Его Разбивать Не Жалко Ли Кастрюлю Дело Вот Что Если Это Жертва Предположим Жертва Имеет Ограничение По Времени Когда Можно Ее Есть Если Ее Можно Есть Предположим Только Один День Или Шламин Это Два Дня И Ночь Посередине То По Прошествии Этого Времени Мясо Становится Нотар Оставшееся Мясо И его Есть В дальнейшем Запрещено Его Нужно Сжечь Но Поскольку Вкус Этого Мяса Впитался В стенки Сосуда А Правило В Торе Гласит Что Вкус Запрещенной Пищи К нему Мы относимся Не менее Строго К чем Самой Запрещенной Пище Получается Что Этот Сосуд В своих Стенках Содержит Вкус Запрещенной Пищи В данном Случай Нотар То есть Мясо Жертвы Которые Уже Есть Нельзя Стало Быть Если Кто-то В дальнейшем Будет Варить В этом Сосуде Другую Пищу Кошлер Разрешенную То Вкус Запрещенной Пищи В данном случае Нотар Выделится И присоединится К пище Разрешенной Делав Ее Запрещенной Поэтому Если Как Тора Говорит Дальше Если Сосуд В котором Она Варилась Металлический Например Медный Или Другой Металл То тогда Возможно Коширование Коширование По принципу Клин Клином Выбивают То есть Если Варилась В горячей Воде То и Кошируется В горячей Воде Но В случае С глиняным Сосудом Этого Достичь Невозможно Ибо Глина В силу Своей Полистости Которая Здесь Свидетельствует Сколько Ее Не вымывай Сколько Ее Не кипяти Сколько Ее Не парь Все равно Вкус Который В ней впитался Целиком И полностью Не выйдет Он всегда Останется В стенках Сосуда И всегда Будет Примешиваться К тому Что в ней Будет Вариться В дальнейшем Поэтому Турый Говорит Что касается Глиняной Посуды Которая Впитала В себя Вкус Жертвенного Животного Ничего Не остается Кроме Как Ее Разбить Ибо По прошествии Короткого Времени Вкус Этот Станет Запрещенным Но Тар Закончится Время В которое Можно Есть Эту Жертву И Вывести Этот Вкус Уже Никак Нельзя Будет Поэтому Остается Только Ее Разбить Вот То Что мы Выучили Сегодня О Законах Жертвоприношения О о А О О О Д О О Ан has О MS О Продолжение следует...